здравствуйте в эфире программа городские встречи в студии валерий седов сегодня у нас гостях елена анатольевна остроумова директор рязанского цирка здравствуйте здравствуйте цирк долгое время был на реставрации и наверное после нее не все рязанцы успели там побывать как сейчас он изменился что в нем нового необычного что он себе сейчас представляет ну вы знаете я хочу вам сказать что цирк это дворец на самом деле потому что городу рязани очень повезло что его отреставрировали потому что не все цирки по стране в таком шикарном состоянии вот поэтому конечно я считаю что в цирк нужно приходить семьями бабушки дедушки папы мамы мы всех ждем и конечно я думаю что и молодежи нужно приходить им будет интересно но к сожалению я ничего не могу сказать то как вы выглядел цирк раньше потому что я работаю здесь только полгода вот но сейчас это конечно современное здание то есть где хорошее оснащение световое звуковое оборудование прекрасные конюшни помещения для животных сделаны и для зрителей очень удобный зрительный зал с мягкими креслами то есть все сделано для того чтобы вы пришли в комфортных условиях находились и получали удовольствие от наших программ вот как раз таки коснулись немного внутреннего скажем так убранства цирка то есть того что скрыто все-таки от глаз зрителя что сейчас там то есть может быть есть какие-то еще арены может быть что-то вот про оборудование расскажите да есть конечно да в цирке как в любом цирке есть обязательно второй манеж он репетиционный если в цирках стандартный манеж 13 метров то репетиционный манеж он немножко меньше он отличается 11 метров вот также там есть спортивное сооружение тренажеры где артисты могут во первых они должны все время поддерживать хорошую физическую форму то есть они каждый день репетируют потому что на самом деле это конечно тяжелый труд и это кажется только то есть с той легкостью которой артисты выходят на манеж там и в течение там 1 2 5 минут работают то за этим стоит колоссальный труд это кровь пот и слезы вот поэтому конечно то есть для артистов сделаны все условия чтобы они могли совершенствовать свое мастерство и дарить радость зрителям немного места где размещаются животные можете рассказать для животных тоже сделано очень комфортные условия шикарная конюшни шикарные помещения где все оборудовано обязательно водой вентиляция как бы к нам приходят проверки горвет станция и всевозможные другие службы как бы все у нас соответствует и тот закон который сейчас принят федеральный закон о содержании животных естественно мы его соблюдаем единственное что я знаю что ну там его приняли не совсем правильно то что касается цирков и сейчас там его дорабатывают вот но естественно этот закон мы будем соблюдать как положено цирк это все таки то есть артисты животные на еще это и там световое дымовое шоу вот немножко об оборудовании которое появилось цирке можете несколько слов рассказать оборудование я повторюсь сейчас самое супер супер современное у нас работают хорошие специалисты то есть все это прописываются специальные программы компьютерные то есть все выстраивать под каждую программу выстраивается свой свет естественно обязательно идет световое сопровождение работает художник по свету потому что с каждой программы приезжает свой инженер свой художник по свету вот и конечно все расписывается да для некоторых программа манеж цирка преображается вот расскажите о таких самых грандиозных преображениях и насколько это технически возможно то есть насколько наш цирк технически подготовлен для других представлений вы знаете он подготовлен на самом деле для всех то есть обычно какие работают представления классическое представление так каучуковый манеж где могут работать лошади то есть у любого манежа есть писта что такое писта это когда по кругу есть такой уклон то есть это для удобства когда работает лошадь если в периоде это означает беговая дорожка то есть и когда вот если вы посмотрите как раз вот у нас сейчас будет работать программа тамерлана нукзарова и зрители могут увидеть когда лошади выскакивают на манеж то они бегут и они как бы под наклоном находятся а за счет чего за счет того что есть в манеже наклон около барьера такой подъем небольшой это называется писта в цирке его этой лошади удобнее бежать и развивать скорость на вот на этой писте вот то есть такое манеж да если приезжает программа работы цирк на воде то естественно мы выкладываем бассейн там тоже своя технология то есть специально пол выкладывается потом бассейн собирается закрываются барьер чтобы как бы все было ничего не намокло и не испортилось оборудование и при работе цирка на воде мы убираем несколько первых рядов ну потому что летят брызги фонтаны естественно чтобы зрителям было комфортно никого не забрызгали если приезжает программа цирк на льду то соответственно выкладывается тоже специальный манеж специальный лед с морозильными установками все это подключается ну вот то есть это не дешевое удовольствие потому что очень большое потребление электроэнергии ну то есть все это делается коснулись немного программ вот как подбирается программа для выступления в рязани но вы знаете мы сами как бы не подбираем программу есть такой называемый цирковой конвейер так как мы федеральный цирк то есть у нас главная организация находится в москве это росгосцирк который формирует план программ по городам то есть как устроена работа артистов цирка то есть это не как театр когда есть своя труппа она работает в одном городе ну бывает что выезжает на гастроли да то есть а так как бы одна труппа и спектакли из этих артистов они формируются и каждый то есть то есть новые спектакли вот в цирке нет своих артистов то есть к нам вот приехала программа сформированная москвой то есть отработала уехала например город иваново а следующая программа к нам приехал из города саратов то есть всего в россии 38 филиалов и вот 15 программ постоянно переезжают из города в город есть еще коммерческие программы то есть которые не относятся к росгосцирку они точно также курсирует из города в город а вот несколько слов если можно о предстоящей программе что там будет но вы знаете программа очень интересная она действительно собрана в духе найти как можно сказать еще советских времен потому что первое отделение это будет дивертисмент это когда идет номер и работает коверный клоун а второе отделение это уже целый спектакль то есть там идет постановка и во втором отделении будут работать лошади а это тоже как бы очень связано лошади связаны с цирком потому что цирк вообще начинался с лошадей то есть изначально как появился цирк это были конные манежи по кругу лошади работали потом к этим выступлением стали добавлять какие-то там акробатические номера там потом для того чтобы заполнять паузы стали появляться клоуны и вот так вот как бы все это обросло и стало называться цирком вот поэтому как бы лошади без лошадей цирк как бы не то это традиционный цирк я бы вот так сказала но это будет еще очень интересное шоу потому что там тоже будет и огонь и вода и будет очень интересно так что мы всех ждем приходите обязательно или надо вот вы говорите что в цирке работаете совсем недавно полгода какой должны занимали до этого я работаю в рязанском цирке недавно а так в общем то моя жизнь связана уже 25 лет на протяжении 25 лет я связана с цирком потому что изначально я работала в цирке шепито у меня большой опыт то есть я знаю весь цикл как работает цирк шепито от начала как приезжает администратор и подписывает площадку в городе как делается реклама и до финала то есть когда цирк собирается и дает программы потом собирается переезжает другой город ну вот потому что был такой интересный проект у московского фонда сохранения культуры при правительстве москвы в 90 и 2000 годы и мы с этим проектом ездили по россии то есть мы объехали более тысячи городов вот это был именно проект популяризации циркового искусства потому что очень много работал у нас мы привлекали для работы детей мы искали молодые таланты и вы знаете даже вот мне сейчас я так иногда вспоминаю я помню молодежь которая к нам приходила там по 14 по 15 по 16 лет прошло 15 лет они уже сейчас звезды некоторые работают уже в дюсале и уже слава богу к нам вернулись потому что очень жаль терять нашу молодежь которая подписывает частные контракты разъезжается по другим странам хочется чтобы они работали здесь естественно и вот даже та программа которая проезжала к нам виталий смоленец работал у нас воздушная гимнастка екатерина шустова она в дюсале отработала 8 лет а в общем то дорогу дали мы ей с нашим вот этим проектом она у нас репетировала два года и потом то есть мне теперь просто радостно за нее то есть вам есть чем сравнить а вот наш рязанский цирк с другими вот можете немножко так рассказать вот про наш на фоне других городов ну вы знаете ну как стационарные цирки они в общем-то все похожи один на другой то есть они могут отличаться только размером зрительного зала количеством посадочных мест то есть все за раньше цирки когда строили в советские времена их строили в городах от 500 тысяч то есть если население в городе меньше 500 тысяч цирки как правило не строили вот и но так как рязань не очень большой город как бы до считается то здесь 1600 мест там в туле например 1800 если более крупный город там полтора два миллиона там строят уже 2000 мест например цирки на проспекте вернадского в москве там 3300 на цветном бульваре 1800 но единственная величина которая в цирке неизменна это манеж 13 метров это стандартно это во всем мире есть какие-то нововведения которые вы хотите ввести вот наш рязанский цирк но нововведения есть они будут это во первых это уже согласовано тоже все с росгосцирком это будет не только в рязанском цирке а по всем филиалам в стране потому что будут в ближайшее время водиться например такие вещи как билет выходного дня билет для военнослужащих семейный билет и я думаю что это будет очень интересно конечно нашим зрителям то есть будут всевозможные программа лояльности созданы ну вот для посещения цирка сейчас вот инвалидов мы тоже приглашаем естественно всех бесплатно но мы не делаем то есть я хочу как бы сразу здесь сделать поправку мы не делаем индивидуального согласования скидки на билеты либо вообще бесплатное до посещения у нас инвалидов а как правило нам пишут заявку общества инвалидов так что пожалуйста пусть пишут в цирк мы все рассматриваем и все к нам приходят совершенно безвозмездной основе а есть какие-то глобальные изменения в плане вот в цирковом плане но глобальные изменения будут потому что вот я как бы уже наверное повторяю что цирк должен будет выйти совершенно на новый уровень то есть он должен стать современным то есть сама компания росгосцирк должна стать современным потому что ну как строится любой бизнес то есть это три направления это продукт производства в нашем случае это цирковая программа дальше идет пиар маркетинг вот и соответственно продажи вот продукт производства эта программа программы сейчас будут конечно стараться наполнять новыми артистами новыми номерами но за месяц за полгода это тоже быстро не произойдет потому что например какой-то хороший номер там например воздушный полет или групповой номер то о чем я говорила что их сейчас очень мало в росгосцирке они создаются годами то есть это год или два как правило они репетируют чтобы выпуститься и качественно работать вот потом будут оба сейчас большое внимание уделять как раз вот пиару и маркетингу то есть компании росгосцирк ну и соответственно дальше конечно продажи билетов потому что вот я уже как бы тоже повторяю что будут не просто вы пришли там купили билет в цирке и пошли а будут как бы за чтобы будут заинтересован заинтересовывать покупателей покупать там может быть будут какие-то абонементы сделаны в цирк на посещение цирка семейные билеты 18 сентября были выборы вот был конкурс потому что в конкурсе принимал четыре кандидата на замещение должности генерального директора росгосцирка и выиграл этот конкурс шимякин владимир леонидович вот с ним должен быть подписан контракт на пять лет и мы будем рады работать его команде он сказал что тот автомобиль который ехал очень хорошо в семидесятые восьмидесятые годы ехать уже в новом столетии в двадцать первом веке не может также быстро то есть поэтому компания будет меняться и будет идти в ногу со временем она будет современной компании элина анатольевна спасибо что стали сегодня наши гости ответили на интересующие нас вопросы на этом мы с вами прощаемся хорошего вам дня и до встречи в эфире а